Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как можно без применения узелка соединить две ниточки. Либо сменить просто цвет на другой, либо по ходу вязания просто закончилась ниточка, и как можно соединить без применения узелка, чтобы потом не прятать кончики, так сказать, вязания. Вот я вам покажу один из, так сказать, способов. На толстой ниточке вот так смотрится. Можно сделать гораздо аккуратнее, и вот так смотрится на тоненькой. То есть вот эти кончики, которые вы видите немножечко торчащие, их можно еще даже немножечко подрезать. Благодаря вот такому присоединению по ходу вязания этого соединения вообще не видно. То есть я вам сегодня хочу показать на двух нейтральных ниточках, как смотрится вот это присоединение, и как его сделать. Для этого вам понадобится иголочка. Вставляете одну из ниточек в иголочку. Вот так вот. И, натянув на пальчики вот так вот ниточку, начинаете продевать иголочку сквозь ниточку. То есть вот такими вот легкими-легкими-легкими движениями. То есть вот так вот сквозь ниточку продеваете иголочку. Чем дольше вы будете продевать, тем просто длиннее будет соединение. Я вам покажу, что значит длиннее соединение. Вот, вы продели ниточку, так сказать, вот этот кончик, вот в другую часть ниточки. Смотрите, я вытягиваю. При этом у вас должна оставаться в конце петелечка. То есть вот так вот стянули, оставили петелечку. Вот она. У меня она немножечко маловатая. Я могу ее немножечко вытащить, чтобы вам видно было. Вот петелечка. Отлаживаете в сторону. Берем другой цвет ниточки, либо просто ниточку такую же, но, так сказать, с нового мотка. Снова вдеваем ниточку в иголочку. Затем продеваем ниточку в это колечко предыдущей ниточки. И снова делаем ту же процедуру. Натягиваем на пальчики ниточку и иголочкой сквозь уже новую ниточку протаскиваем. Вот так вот, легкими-легкими движениями иголочки в кончик ниточки. Вот так вот. Еще раз повторюсь, чем длиннее, чем больше вы, так сказать, продеваете сквозь ниточку иголочку, тем длиннее просто соединение. И, в общем, вытягиваете вот этот, так сказать, кончик ниточки сквозь, вот так вот, сквозь ваше, так сказать, продевание ниточку иголочки. Теперь находим вот эти наши краешки ниточек, которые мы продевали с одной стороны и с другой стороны. И просто начинаем их стягивать. Потихонечку, не спешите. Просто стягивайте до конца. То есть, как бы убираете вот эти отверстия, которые мы оставлялись, просто которые продевали. И теперь берем ножнички и просто обрезаем вот эти вот кончики, которые у нас лишние. Желательно обрезайте их наискосок, чтобы срез был такой, как бы, немножечко наискосок и не видно было ниточки. Вот так вот обрезаем, подправляем немножечко кончики, можете немножечко подкрутить, так сказать, чтобы оно более тонкое было, оно могло распушиться. Вот так вот. И у вас получилось вот такое вот соединение. Если у вас ниточки еще продолжают торчать, еще немножечко подрежьте. Вот так вот. Срезы старайтесь делать на, так сказать, на угол, чтобы их меньше было видно. И у нас получилось вот такое вот ровненькое соединение. По ходу вязания его не видно. Желательно еще один маленький совет вам дам. Присоединяйте ниточку в таких местах, где менее видно. То есть, допустим, если это какой-то узор, к примеру, с накидами, то есть с дырочками, никогда не делайте на дырочках соединение. Желательно его сделать в конце ряда, где-то, где будет у вас шовчик, так сказать. Либо на кромочных, либо наоборот, на каком-то, допустим, на платочной вязке, если вы сделаете присоединение. Его вообще не будет видно. Если где-то у вас продолжает торчать ниточка, вы сначала свяжите, а затем на готовом уже, так сказать, полотне подкорректируйте вот эти вот уголки, если они у вас продолжают торчать. Если же нет, то просто, так сказать, продолжаете вязать. Я надеюсь, что вам все понятно осталось. Если понравился мой совет, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!